Друзья, ну что, я в Нью-Йорке, я в городе Бруклин, иду вот по Бруклину, мы идем с Мартином сейчас в магазин в русский. В общем, что хотела сказать, Нью-Йорк это в принципе мой дом, я считаю его своим домом, потому что я жила в разных штатах, я жила в штате Мизури, я жила в Калифорнии, вот в Нью-Йорке, и сейчас я живу во Флориде, у меня здесь как бы все мои родные, друзья, я вот приезжаю их навещать, но вот все-таки свой дом, лично я считаю Нью-Йорк, потому что я здесь жила очень долго, ну основную часть своей жизни, вот даже вот с России я уехала где-то в 9 лет, да, в Мизури я жила тоже несколько лет, в Калифорнии я прожила всего 3 года, и вот в Нью-Йорке я жила, наверное, лет 12-13, ну то есть самое большое количество своей жизни, я здесь закончила школу, я здесь закончила колледж, и вот в общем для меня Нью-Йорк это все-таки мой дом, я здесь все-таки все знаю, да, вот опять же говорю, у меня здесь друзья, родные, но вот честно, я Нью-Йорк терпеть не могу, за его вот эту вот грязь, вонь, криминал, вот каждый раз я сюда, когда приезжаю в гости, я все время плююсь, потому что я вспоминаю, какая здесь какашка на самом деле, я просто уже от этого от всего отвыкла, я привыкла к комфорту, к хорошей погоде, сейчас, конечно же, погода здесь неплохая, потому что, ну, лето, жарко, да, лето здесь примерно как во Флориде, жарко, влажно, но вот вообще здесь постоянно холодно, ветрено, то есть, ну, понимаете, о чем я, да, погода здесь не айс, очень-очень грязно, вот идем сейчас по дороге и смотрим, как бы не наступить собачьи какашки, покажу вам сейчас частичку Бруклина, смотрите, вот выглядят улицы Бруклина, то есть, ну, вот, я не знаю, я просто от этого отвыкла, для меня это жесть, вот эти убитые дороги, которые никто никогда не чинит годами, на которых невозможно просто на машине ездить, вот эта грязь, вот этот кипиш, и запах от мусора, постоянно везде лежат мусорные пакеты, вонючие, которые текут, никто их не убирает, там, я не знаю, когда вообще у них бывает уборка, мусорка приезжает, наверное, раз в неделю, потому что, говорю, это вот все стоит целую неделю и воняет, то есть, все не предусмотрено, вот это, кстати, вот метро проходит наверху, посмотрите, вот на эту вот жесть, все старое, облезлое, никто это ничего не чинит, вот мусор, про который я вам говорила, в общем, говорю, вот каждый раз, когда я сюда приезжаю, я плююсь, и я раньше думала, что это вот хорошо, понимаете, я думала, что так должно быть, потому что я к этому привыкла, а сейчас я просто понимаю, что, ну, я вот живу в нормальных местах, да, я поняла, что я жила в Капашке. Видите, на каком фоне я иду, да, посмотрите, вот Нью-Йорк весь вот такой вот, что Манхэттен, что Бруклин, вот сейчас идет метро, очень шумно здесь, очень, я надеюсь, что вы меня услышите при этом в шуме, я не знаю, я буду пытаться что-то делать опять со звуком, но здесь очень шумно, я не знаю, как я вообще буду снимать на улице, потому что то метро, которое вот идет вот там, вот, да, кошмар, шум, невозможно, да, в общем, говорила, потому что то метро едет, потому что метро едет, ну, вот наверху, вы видите, да, не под землей, то очень сильно шумят машины, то еще что-то, в общем, буду пытаться делать что-то со звуком, чтобы вы меня услышали, не знаю, если у меня что-то получится, вот, посмотрите, хотела вам показать метро, посмотрите, вот здесь проходит метро, вы видите вот эту жесть, вот этому метро, я не знаю, вот сколько ему там, 200 лет, вот когда его построили, вот такое оно и осталось, то есть никто ничего не делает, и стоит оно уже 200 лет в обед, понимаете, вот это вот рухлит старое, я не знаю, у меня такое впечатление, что скоро это просто одним разом все рухнет, и этого ничего не будет, посмотрите, ржавое все, ржавое, вы видите, в общем, девочки и мальчики, я сейчас иду со знаменитого Брайтона, Брайтон-Бич, это, конечно, жесть, ну, тут, в принципе, всегда была грязюка, да, помоя, но сейчас это стало все намного хуже, все такое грязное, вот, я сейчас иду по улице Оушен-Парковой, я решила прогуляться до дома, и это, конечно, жесть, я в шоке, столько мусора, столько грязи, то есть это все стало намного хуже, вот, даже честно, противно идти по улице, я вот сейчас вам покажу, как это все выглядит, это, конечно, уже не Брайтон-Бич, говорю, это улица Оушен-Парковой и Непчун, это недалеко от Брайтона, от первого Брайтона, вот я вам просто покажу город Бруклин, да, и вот эти все улицы, они ничем не отличаются, абсолютно, вот, как вы видите, вот эту вот всю грязь, вот так она и есть, неважно, какой это район в Бруклине, неважно, какая это улица, дорогие дома, богатые, небогатые, да, то есть вот все выглядит одинаково, вот, посмотрите на вот это вот. Просто везде вот такая вонь, что невозможно, нужно все время ходить в маске, можно так сказать, потому что запах этот на каждом шагу, и везде мусор, и везде вот этот вот шум, сиреная, я не знаю, я очень сильно от этого отвыкла, для меня это уже как-то дико, вот, я понимаю, что я бы здесь жить больше не смогла, и все-таки вот после вот этого всего, да, то, что случилось, после вот этой болезни, очень сильно поменялся Нью-Йорк, он стал намного грязнее, вот говорю, он никогда не был чистым, да, но стало все намного хуже, стало все грязнее, больше беспредела, больше криминала, очень много бездомных людей валяется на полу, да, они здесь всегда были, но, опять же говорю, их стало намного больше и стало намного хуже. Вот вам, пожалуйста, знаменитый город Бруклин, о котором многие слышали, да, вот, ничем не отличается, что Манхэттен, что Бруклин, та же самая грязь, в Манхэттене просто больше вышек, эти вышки выглядят поприличнее, здесь все-таки более старые такие билдинги, да, дома, ну, а так, в принципе, вот все то же самое. Вот эта вот улица называется Ocean Parkway, на которой часто аварии, и они здесь постоянно летят, не знаю, куда они летят, здесь и так места нет, здесь всего несколько полос, и здесь вечные аварии, постоянные, здесь уже поставили, я не знаю сколько, 25 миль, по-моему, в час, они могут ехать, и все равно умудряются врезаться, нестись как-то, уже и камеры везде понаставили, и все равно, в общем, опасная дорога, можно так сказать. Ну, вот вы видите, да, всю красоту, посмотрите. То есть никто ни за чем не ухаживает, ничего не убирается, то есть, не знаю, мэру или кому-то абсолютно наплевать на город, на штат. Нет, вот вы знаете, сам штат, конечно, вообще вот штат называется Нью-Йорк, да, но вот есть Нью-Йорк-Сити. Нью-Йорк-Сити, это вот туда включаются такие города маленькие, как Бруклин, Бронкс, там, еще что-то. И вот именно Нью-Йорк-Сити, это вот где, в общем, вот эта вот вся тусня, да, где много народу, ну, вот где весь кипиш, короче, да, люди живут в Нью-Йорк-Сити, многие. И вот здесь именно вот это вот криминал, грязь, абсолютно не ухожено ничего. Но если вы поедете, что называется, апстейт, это куда-то выше в самом штате, вот посмотрите, зеленый свет, да, он просто едет на женщину, он ей даже не дает пройти. Вот мусор, пожалуйста. В общем, если вы поедете в апстейт, в другой город в этом штате, да, в какой-нибудь, ну, выше куда-то, то будет по-другому, конечно же, будет намного чище, будет, как это называется, тише, да, не будет такого кипиша, конечно же, будет более ухожено все. Но вот это вот Нью-Йорк-Сити, то есть где происходит весь вот этот вот кипиш. Это вот именно вот эта точка. Посмотрите вот на это вот, ну, это же кошмар после шести. Я не знаю, я очень рада, что я больше здесь не живу, не хочу я быть больше в этом месте, не могу, вот сейчас иду, все воняет, носы закрыть охота. На улице, кстати, очень жарко, 30 с чем-то градусов, жарко, влажно, потом обливаюсь, маски на улице ходить невозможно. Вот это, кстати, госпиталь стоит, который называется Pony Island Hospital. Раньше он считался очень плохим, говорили, если хотите помереть, мол, идите вот в этот госпиталь. Потом как-то я слышала, что стали набирать очень много новых людей, особенно студентов, которые только выпульнулись из колледжей, и сказали, что вроде бы, в принципе, здесь поменялось. Вот он, вот это вот. Сказали, в принципе, что здесь стало лучше, доктора стали лучше. Ничего не знаю, сказать ничего не могу. Никогда, слава богу, здесь не была. Они, кстати, его достроили, построили еще одну часть. Но я почему-то думаю, что тут ничего толком-то и не поменялось, если честно, знаете. Вот такие вот автобусные остановки. Вот так люди ждут автобус кучи. Нет ни лавочек, ни какого-то навеса, да, накрытия от солнца, от дождя. Ничего нет, просто вот так стоишь на солнце или там под дождем. И вот когда очень сильный ветер, да, вот сейчас, кстати, тоже сильный ветер, несмотря на жару. Ну вот так вот, говорю, будешь стоять и будешь улетать вот с этим ветром. А в Нью-Йорке, кстати, очень сильные ветра, такие, с океаном. И когда холодно, например, и сильный ветер, то особо не постоишь. Автобус-то не подождешь с этим зонтом. Ты с ним просто улетишь. В общем, что я пытаюсь сказать, это то, то, что здесь ничего не предусмотрено. Понимаете? Вот абсолютно на все наплевать, вот как оно есть, вот эта грязь, мусор, все не для людей. Вот что я хочу сказать. Я сюда, конечно же, приезжаю только из-за того, что у меня здесь родные, из-за того, что у меня здесь друзья. Если бы у меня здесь никого не было, я бы сюда бы больше бы даже и не возвращалась. Ну, просто грустно на все на это смотреть, портится настроение. И я просто начинаю понимать, что я живу в шикарном месте. И слава Богу, что я здесь больше не живу. Посмотрите на эту грязюку. Жесть. Мне кажется, вот грязнее Нью-Йорка я даже больше ничего не видела. Вот Лос-Анджелес, он тоже, в принципе, такой грязный, криминальный. Но вы знаете, вот все-таки мне кажется, что Нью-Йорк будет похуже. Потому что я была в Лос-Анджелесе, и все-таки там не такая грязь, как здесь. Нью-Йорк, по-моему, занимает первое место. А вот этой вот грязюке, честно говоря, хуже нигде не будет. Нигде. Дороги у них также неухоженные, все раздолбанные. И когда едешь на машине, это, конечно же, убийство просто. Я помню, когда мы здесь жили, вот смотрите, они просто едут на меня. Вот. Просто едут на меня, понимаете? вот у меня мой свет. А им по-моему. В общем, тогда мы здесь жили с мужем. Муж у меня боялся покупать вообще какую-то хорошую машину. боялся здесь выезжать, потому что ты останешься без машины здесь с такими дорогами. Все раздолбано, все развалено. И вот вы слышите, да, какой шум, как все сигналят сзади меня. То есть, блин, я не знаю, ребят, я не знаю, вот кто живет в Москве, напишите, похожи ли у вас вот этот вот кипиш. Я, потому что не была в Москве очень много лет, я уехала оттуда, когда мне было 9 лет, я уже как-то говорила об этом, и я сравнить не могу. Я не знаю, но просто меня поражает в том, что вот всегда говорят, что там Нью-Йорк это столица мира, да, ну, блин, что же вы за этой столицей мира-то не укаживаете, почему вот стыдно за нее, за эту столицу мира, понимаете, вот стыдно. Я здесь жила, говорю, самую большую часть своей жизни я жила в Нью-Йорке, я считаю это все-таки своим домом, несмотря на вот это вот, да, потому что я здесь прожила огромное количество времени, и я здесь знаю всю и всех, я здесь знаю все лазейки, и в общем я считаю это своим домом, да, но мне вот стыдно, мне стыдно говорить, вот когда у меня люди спрашивают, откуда я, где я жила, мне стыдно говорить, что я из Нью-Йорка, понимаете, мне стыдно за этот штат, за этот город, потому что это реально жесть, вот пожалуйста, напишите в комментариях, вот, что вы думаете по поводу тех мест, которые я вам показывала, и вот мне просто интересно сравнить там с Россией, да, где вы живете, похоже ли вот это вот, тоже ли самое, или у вас, может быть, это я такая привередливая, я не знаю, я вот кстати хотела вам сказать, я вам показывала, да, от Леванда, которые я хотела взять с собой, в общем, я вчера дала послушать эти ароматы разным людям, да, как бы было очень много народу, кстати, я привезла вот Дона Трусарди, маме, да, и с первого вдоха она сказала, вау, типа ей нравится, вот я же говорила, что ей нравятся такие вот цветочные, женственные, легкие ароматы, в общем, Дона ей понравились, привезла я вот этот Apple Brandy Under Ops от Killian, и вчера, в общем, я дала послушать такие ароматы, как Interlude от Amouage, Nexus Zergev, и что-то, а, и Black Phantom от Killian, в общем, там были мужчины, да, дала дяде своему послушать Black Phantom, он сказал, что пахнет очень сладко, и, в общем, ему он не понравился, дала послушать аромат Interlude Woman от Amouage, все на него фукнули, кто-то сказал, что так пахнут бабушкины подушки, вот с таким вот запахом, значит, мама моя сказала, пахнет вообще туалетом, там еще с чем-то, в общем, вот кому я давала слушать вообще Amouage Parfume, никому они почему-то не нравятся, вот я говорю, это такой дом, он сложный, то есть он не для всех, да, особенно люди, которые не пользуются мишевыми ароматами, они пользуются, не знаю, чем-то бюджетным или люксовым, то они вот этого вот дела не понимают, бренд вот этот, вот, да, в общем, было так смешно послушать, кто что слышит, я, кстати, читала на фрагрантике, что многие в Interlude Woman слышат чернослив, вот я начала спрашивать людей, вот пахнет ли вам черносливом, я понимаю, откуда люди это слышат, да, как бы, но для меня это все-таки больше вот киви, табак, хотя табак там не заявлен, да, вот уже говорила, и много меда, но я слышу, как бы, это тоже чернослив, и вот я стала спрашивать людей, вот пахнет ли черносливом, и вот они потом говорят, ну, да, типа, что-то есть, а так вот они ничего не могли там выделить, в общем, на Nexus все сказали, что пахнет приятно, такой особенный аромат, а вот амуаж почему-то вот никто не воспринимает, знаете, немного как-то обидно, объясню почему, вот у настоящих парфмоняков, да, ну, как бы настоящие парфмоняки, они, многие любят амуаж, они его понимают, то есть, они понимают, чем этот дом хорош, они понимают вот эти ароматы, да, вот как бы обычные люди, которые, ну, в принципе, не пользуются нишей, да, даже не знают, что такое нишевые ароматы, для них, они как бы сложные, и вот, ну, говорят, что пахнет там бабульками, да, туалетом, еще чем-то, у меня точно так же было поначалу, мне тоже казалось, что это такие ароматы, знаете, ну, вот для людей в возрасте, да, там иногда так же пахло фекалиями, вот я говорила про Blossom Love, что он мне поначалу не нравился, и я там слышала именно фекалии, как будто вот это вот все забрызгали там каким-то цветочным освежителем воздуха, да, потом это ушло, это ушло, и сейчас я очень люблю этот аромат, для меня он такой цветочный, самарета, ну, вот, говорю, было интересно это дело, все послушали, посмеялись вчера, конечно. отлично. Спасибо.